В больницах не хватает ни средств защиты, ни медикаментов. Попытались решить эту проблему волонтеры «Мы вместе». Так, из Бирбашской центральной городской больницы и Гунипской центральной районной больницы волонтерами были переданы комплекты СИЗов. Ранее работники медучреждения обращались на горячую линию и рассказали о нехватке средств защиты, из-за чего врачи оказались под угрозой заражения. Комплекты приобретены на средства, собранные на сайте «Мы вместе» и доставленные из Москвы в Махачкалу поездом. В них входят защитные комбинезоны, экраны, респираторы и перчатки. В Дербенте готовят к открытию госпиталь для больных пневмоний. Под него переоборудован корпус детского отделения центральной городской больницы. Глава Дербента Хизри Абакара вместе с главным врачом осмотрели помещение, поговорили с врачами, медсестрами и санитарками, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Все подробности знает Патимат Ханапова. Госпиталь рассчитан на 145 коек. Здесь продолжается установка дорогостоящего медицинского оборудования, которое поступило от Сулеймана Керимова. Уже определены помещения для красной и чистой зоны. На территории больницы строится новое здание для дезинфекционной камеры. Его планируют завершить в течение 10 дней. Также ожидают специалистов, которые установят новый аппарат компьютерной томографии. У нас два провизорных госпиталя и один ковид-госпиталь. В ковид-госпитале лежат 14 человек на сегодняшний день. Это те люди, у которых, в принципе, определен первичный или повторный положительный анализ и получают лечение. И в двух госпиталях, значит, у нас на сегодняшний день лежат 107 человек. Я могу ошибиться, потому что скорая сегодня интенсивно привозила людей. Это из них практически все с пневмонией, с двусторонней полисегментарной пневмонией практически все. В основном все тяжелые пациенты находятся в Дербенте. И это будет следующий госпиталь, куда мы будем укладывать. Этот госпиталь, в принципе, готов принимать тяжелых пациентов, потому что здесь практически нормативы установления вот этих кислородной подводки привычны в три раза. Вот здесь, как мы говорили сегодня, поэтому мы готовы. Дербентская городская больница сейчас работает как центр предоставления медицинских услуг для всего Южного Дагестана. В провизорных госпиталях Дербента находятся пациенты в тяжелом состоянии. Других распределяют в стационары, открытые в дагестанских огнях, в подаре и билиджах. В условиях пандемии все эти учреждения работают в режиме единой взаимосвязанной системы. Что мы сегодня увидели? Увидели, что 145 мест дополнительно сделали, кислороду поставили, комнаты хорошие. Видели оборудование, что ее не сворвали, она здесь стоит, под нее готовят площадку. Видели, что тепловизоры, которые говорили, что они уже исчезли, они на самом деле здесь, их сейчас установят. Видели, что люди говорят, что брали деньги и что их не принимают. Поняли, что это люди, которые без направления пришли сюда, видно из-за спуга. И видели врачей, которые действительно работают сверх своей нормы. Сейчас растет количество пациентов с диагнозом пневмония. Люди, у которых присутствуют метаболические нарушения, наиболее подвержены неутешительному прогнозу. Детский реаниматолог Дербенской центральной городской больницы Севда Джанмирзоева рассказывает о течении болезни COVID-19. Очень многое в прогнозе зависит от сопутствующих хронических заболеваний. От состояния организма на момент вирусной инфекции. От отсутствия метаболических нарушений. Это считается одним из основных критериев тяжести прогноза. Но вскрытие показало, что определенный контингент больных, сейчас они будут называть, то есть там тоже метаболические нарушения, у них больше смертность. Продолжение следует...